Процесс по этому делу начался 11 октября. Несмотря на ходатайство страны защиты, прокуратура не стала заключать сделку в форме признания вины с подсудимым. В ходе премии гособвинитель запросил суд приговорить западно-казахстанского учителя математики к трём годам лишения свободы. В последнем слое подсудимый просил не отправлять его за решётку. Вынесение приговора было назначено на 24 октября. В зале суда разрешили фото- и видеосъёмку, хотя до этого подсудимый просил провести процесс без участия СМИ. Учитель среднеобразовательной школы посёлка Белес Байзенов признан виновным и осужден по статье 174 части 1 Уголовного кодекса. Байзенову назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы. В суде достоверно было установлено, что Байзеновым посредством интернет-ресурсов был размещен пост, содержание которого имеет признаки возбуждения национальной вражды розни. Суд учёл личность Байзенова. То, что он ранее не был судим, положительно характеризуется по месту жительства, признание его вины, чистосердечное раскаяние, учитывая его семейное положение. Все эти обстоятельства суд принял как смягчающее его наказание. В течение 4 лет в отношении Байзенова будет установлен пробационный контроль со стороны уполномоченного государственного органа с возложением обязанностей. Ему запрещено выезжать за пределы места жительства, покидать место проживания с 22.00 вечера до 6 утра, совершать какие-либо иные противоправные умышленные деяния. Напомню, Шерхан Байзенов был задержан полицейским после жалоб интернет-пользователей. Люди отметили, что мужчина опубликовал пост, в котором поддержал злоумышленников, напавших на казахстанского фигуриста Дениса Тена. Осуждённые его адвокаты и прокуроры не стали комментировать приговор. Однако у них есть время для его обжалования. Роман Копняев, Эбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42.